2 сентября выдался выходной кабачки чтобы не пропали их надо спасать почистил снаружи выскрип внутри порезал кубиками сложил в кастрюлю распариваем лук а бы как порубил обжариваем морковку потер обжариваем пучок у нас готов обжарился ароматными вкусными угольками вываливаем кабачкам морковка морковку туда же перемешиваем даем ему разойтись и по максималкам выпарить воду в конце будем добавлять специи и томатную пасту и так прошло два часа кабачки упарились по максималке жидкость выгнали соль добавлялась когда кабачки закладывались когда лук обжаривался когда морковь обжаривалась лаврушка специи можно добавлять молотыми или цельными у меня супруга специи не уважает организм протестует поэтому добавляем только томатную пасту и так как это будет съедено сейчас они зимой уксус мы не добавляем без уксуса томатную пасту замешиваем минут 15 еще дадим ей распариться разойтись и будем раскладывать по банке банки не стерилизую просто хорошо мою крышки горячей водой мою тоже не стерилизую повторюсь это не на зиму это сейчас захомячить в этой кастрюльке ну плюс минус где-то получится 5-6 полулитровых баночек не больше все томатная паста хорошо разошлась сейчас мы дадим еще упариться еще раз качественно разложим по баночкам и закроем крышечками готовить нужно по рецепту и рецепт держать перед глазами память это хорошо асклероз никто не отменял чесночок забыли добавить пока не поздно добавляем кому как больше нравится по объему каждый сам выбирает сколько ему добавить чесночка сейчас он у нас разойдется распариться как раз успеет до готовности дойти лучше всякого глутамата не успел на горячее чесночок попасть уже запах просто пушка пушка бомба прям аж слюночки текут по соли уже проверили попробовали нормально досаливать не придется закончилась эпопея с кабачками икра из кабачков готова с полулитровыми банками решила не играться разложил по литровым хорошо икра заходит вышло три литра и остатки от дегустации медведь медведь это не